Доброе утро, мир и люди, живущие в нём! Хотела начать эфир с того, что традиционно, по утрам, по будням, утро с горбача, по пятницам ещё и карты, но в целом, наверное, начну я эфир с того, что это последний эфир в этом году. Всё, традиционно, а традиционно последний эфир года уже на протяжении, по-моему, лет пять, а то и больше, мы делаем одну простую штуку, мы пишем сказку. Мы делаем технику, которая позволяет прописать сценарий следующего года. И если вы со мной уже не первый год этим занимаетесь, то, возможно, я пока ещё не вижу тех, кто писал со мной в прошлом году, но если вы не первый год со мной, то очень велика вероятность, что у вас есть сказка, которая у вас осталась с прошлого года. Если есть, самое время её достать. Сейчас, секунду, мои звери пытаются, зашли, пытаются перевернуть мне лампу и всё это устройство. Вы пришли по моему сказку писать? Нет? Sorry. Ну, поскольку зашли мои зверюги, то я уже на них отвлеклась. Они просто чуть не перевернули мне лампу вместе со всеми гаджетами и телефонами, которые на ней висят. Для тех, кто присоединяется, пишем «Доброе утро, мир!» «Доброе утро, мир!» и люди, живущие в нём. Для тех, кто готов работать, а не просто послушать, сразу берём листы, лист либо блокнот и ручку. Для тех, кто писал сказку в прошлом году, достаем... В прошлом году, по-моему, она была 27-го числа. А, нет, вру! В прошлом году она была в этот же день, потому что я сегодня нашла воспоминания, ну, Фейсбук достаёт, Фейсбук же периодически показывает воспоминания, и вот как раз я листала воспоминания и увидела эфир, эфир, который я вела ровно год назад, день в день, и это было написание сказки. Последний день, последний эфир года уже много лет. Мы пишем сказку. «Доброе утро, мир!» и люди, живущие в нём. Напишите мне, когда вы готовы, когда у вас есть. Я вам немножечко расскажу. Так что-то Инстаграм начинает глючить вроде бы, дай бог. Пройдёт всё нормально, я надеюсь. Я вам немножечко расскажу, что это за механика и что это за особенность Инстаграма. Напишите, пожалуйста, что вы меня видите и слышите. У меня периодически мигает о том, что приостановлено вещание. Меня это несколько напрягает, но очень хочется верить, что меня там видно и слышно нормально. Так, Наталья пишет. Готово, отлично. Смотрите, есть ли кто-то, кто писал... Я не вижу, по-моему, тех, кто писал в прошлом году, но есть ли те, кто... Это Фейсбук. Фейсбук видно, да, мигает Инстаграм. Ну, надеюсь, сейчас попробую сделать что-то такое толковое. Не факт, что у меня... Прямо в эфире ждём. Не факт, что у меня прямо в эфире получится. Так, есть. Я вернулась. По идее, всё должно было получиться. Есть. Находим сказку. Если она вот где-то рядом есть, то можно найти сказку, которую вы писали в прошлом году, и продолжить её. Я уже об этом говорила. Я свою сказку продолжала, ну, не один год, наверное. Я вот думаю, в этом году то ли продолжить сказку, то ли начать как будто бы новую. Я ещё не решила. Если у вас есть сказка прошлого года, её можно продолжать. Основные особенности... Почему сказка? Почему сказка? Мы заточены, менталитет. Да не то, это не то, что менталитет. Это, знаете, на уровне передачи знаний. Мы заточены на истории. Сказка – это история. Это когда из поколения в поколение, из рода в род, старшим и младшим рассказывали сказки. И эти сказки съедали. Дело в том, что формат истории и сказки, он таким образом построен, что он съедается, он проходит мимо критического мышления, мимо критики, и ложится красиво, бессознательно, и становится впоследствии сценарием. Может быть, я на следующем... Идея, родившаяся сейчас, отдай мне в тетрадь, я прямо сейчас запишу себе разбор сценариев сказки. Если вам будет интересно, если будет отклик, то, возможно, в следующем году я сделаю серию эфиров с разбором сценариев сказки. Вы обнаружите, а может быть, многие из вас уже знают, как ваши любимые сказки в детстве организовали ваш сценарий жизни, как вы ведёте себя в каких-то контекстах, как ваш любимый герой. И, с одной стороны, в этом есть определённое, ну, не очень приятненько, когда вдруг обнаруживаешь, что я веду себя, устраиваю себе периодически какие-то сложности, так же, как устраивала себе сложности любимый герой вашей, любимой сказки. С другой стороны, эту штуку совершенно прекрасным образом можно использовать. Потому что, когда вы рассказываете сказку самому себе, самой себе, вы так же само закладываете в своё бессознательное, мимо всякой критики, вы так же само закладываете в своё бессознательное историю, которую впоследствии начинаете проживать. Историю, которую впоследствии начинаете проживать. Есть несколько важных пунктов, которые должны отличаться ваша осознанная сказка от тех сказок, которые вы слышали в детстве. Первая сказка, первый момент вы сами выбираете себе героя. Вот прямо сейчас подумайте, какой вы, кто вы, какой вы герой сейчас. Сейчас, возможно, это будет тот же самый герой, который вы писали в прошлом году в сказке. Возможно, уже нет. Моя сказка начиналась, которую я писала много лет, подряд, она, надо менять это в тетради, она есть со всеми ее продолжениями, она начиналась как снежная королева. И в снежной королеве я отыграла почти всех персонажей в своей жизни, причем начинала я отнюдь не со снежной королевы. Я отыграла вначале герду, я отыграла разбойницу, я отыграла цветочную эту барышню с садом, и только потом я добралась до снежной королевы. В своей жизни, это одна из моих любимых сказок «Снежная королева», я отыграла разных персонажей в разных своих этапах жизни. И когда я уже начала писать, я начинала писать «Снежную королеву» и выход снежной королевы в люди из состояния снежной королевы. И потом это превратилось в волшебницу, и там дальше развивались интересные события и сюжеты. Так вот, кто вы, кем вы хотите быть в этой сказке, в своей сказке 22 года? Первое, с чего мы начинаем, это кем вы хотите быть. Да, кто вы? Вот выберите, если бы я был сказочным героем. Причём, возможно, для вас сейчас это будет совершенно неожиданно. Даже не кем вы хотите быть, кто вы? Вот если вы сказочный герой, то кто вы? Я Баба-Яга, например. Что такое отыграть персонаж? Отыграть персонаж – это когда ваша сценарная линия, ваши модели поведения в жизни соответствуют этому сказочному персонажу. Но сейчас, то есть я проиграла, я поиграла Герду, я поиграла, да, ну, разные. То есть я прожила сценарий этих сказочных персонажей. Причём в классической такой обычной сказкотерапии вроде как считается и пишется о том, что один персонаж, одна сказка, и это вот твой сценарий жизни. Но по опыту своему личному и по опыту работы с клиентами я точно-точно-точно знаю о том, что на разных этапах жизни человек может быть разным персонажем. И вот эти сценарии, они могут и схлопываться, и меняться. Боялась написать, я тоже чувствую, что Баба-Яга, welcome, коллега. Так, я Герда, но не хочу, нет, мы не хочу ею быть, это вы сейчас в сказке будете менять сценарий Герды. Я Гердой наигралась. Очень вас понимаю, почему, да, я не знаю точно, почему вы не хотите быть Гердой, но я очень понимаю, почему я не хотела быть Гердой, и почему я оттуда выходила. Поэтому вы сейчас вот почувствуйте, кто вы. Я Баба-Яга, да, такая слегка осовремененная Баба-Яга, но я Баба-Яга. Вот есть ещё Баба-Яга, есть Герда. А вот я сказки вообще не люблю и себя ни в какой сказке видеть не хочу, а Баба-Яга против. Ну, можешь не писать сказку, Анечка, что же я могу тебе сказать? Не хочешь видеть? Не надо. Но ведьма вот тут, да, крёстная, крёстная из золушки, хотя была золушка. Отлично. Смотри, Ань, не хочешь, ну, никто же не заставляет, как он сделал добровольное, да, и Баба-Яга может быть против, но раз Баба-Яга против, то может быть и как раз Баба-Яга, даже если не хочешь себе это признавать. Ты написала? Не знаю. И мы используем сказку, да, сейчас. То есть мы, по сути, играемся со сценарием его же оружия. Мы заходим внутри, заходим внутрь, да, в сказке, и начинаем просто прописывать новую сказку для себя. Стревела де Виль из 111 Далматинцев. О-оу! И так тоже может быть. И так тоже может быть. Только знаешь, Ань, смотри, ты написала, и себя ни в какой сказке видеть не хочу. Это же не значит, что тебя там нет. Это значит, что ты видеть не хочешь. Ну, смотри, колхоз ещё раз дело добровольное, да. Так вот это оно и есть, наверное. Возможно, не знаю, если героиня фильма «Соль», значит, героиня фильма «Соль». Не принципиально. Вы чувствуете внутри себя, кто вы. Это первый шаг. Я золотая рыбка, сказки «Рыбаки и рыбки». Да, хорошо, отлично. А как поменять персонажа? Сейчас расскажу. Только мы не меняем персонажа, мы его трансформируем. Уже в процессе жизни трансформируемся. И мы тогда пишем, как будет этот герой, ваш герой, трансформироваться. Возможно, он и под конец сказки останется тем же героем. Возможно. А возможно, он перейдёт в какое-то совершенно новое качество. Возможно, он и под конец сказки будет той же, не знаю, там «Золотой рыбкой», вот «Королева-мать», не знаю, героиня фильма «Соль». Но уже по-другому, уже тогда, когда «Соль» дождалась, да, уже тогда, когда Герда, не знаю, там, либо отморозила, либо забила на того Кая вместе с его ледяным сердцем. Может быть, Герда вообще отказалась ехать за этим Каем, да, на каком-то этапе и сказала, да ладно, нас и тут неплохо кормят. Ну, поехал с какой-то королевой снежной, ну, хватит там отмораживаться. На помощь же меня никто не звал. Буратино, прекрасно, окей, то есть первый шаг мы берём, первый шаг мы берём, кто я? Я Баба-Яга, да, вы уже знаете, наверное, и хэштег Баба-Яга довольно, и есть хэштег ещё Яга Горбач, да, Бель, Бельишк, красавица и чудовище. Золушка, которым считается стать принцессой. Супермен, отлично, я Герда, ищу свою сильную часть. Окей, хорошо, выбирайте. Дальше, пять основных шагов так называемой терапевтической сказки либо трансформационной сказки. Пять основных шагов, запишите их себе просто, просто в, ну, да, чтобы вы понимали, на каком шаге, потому что вы будете писать по картам, чтобы вы понимали, на каком шаге, какая карта к какому шагу относится. Первое. Герой, вступление о герое. Да, его в терапевтических сказках называют «жил-был» либо «жила-была». Да, и здесь, когда, ну, из серии, это можно начать просто. Жила-была Герда, жила-была королева-мать, жила-была Золушка, которая хотела стать принцессой, жил-был Супермен. А можно начать как-то... То есть, словосочетание «жил-был» не обязательно использовать. Да, словосочетание «жил-был» не обязательно использовать. Это как заголовок. Вы можете его использовать из серии Супермен точка, утро точка, после ночи полётов кофе не помогало. Да, ну, это будет такое вхождение, вхождение героя сказки в сказку. То есть, первый этап – «жил-был». Второй этап – «каждый день» называется. Мы будем писать «каждый день». Это когда вы показываете бытийность. Да, жила-была Золушка, каждый день она перебирала, что там, манку от гречки или манку от сахара, и на самом деле мачеха развивала ей мелкую моторику по методике Монте-Сори. Да, а не всё то, что вы думали об этом раньше. То есть, бытийность. Каждый день, каждый день происходило что-то. И жил он в тёмном лесу, в избушке на курьих ножках, с красивым камином и дымящим, и чечадящим дымоходом. Да, любая бытийность. То есть, вы обрисовываете, по сути, во втором шаге, бытийность, быт своего сказочного героя. Дальше. И вот третий шаг. И вот однажды. Третий шаг. И вот однажды. И вот однажды что-то произошло. И вот однажды что-то изменилось. Это точно умное, нет слов, да. И вот однажды, я не знаю, что у вас будет вот однажды, вы будете под сказки своего. И вот однажды брать из карт, которые я вам буду показывать. Мы будем работать, наверное, что же традиционно, по картам «Тысяча дорог». Очень люблю эту колоду. Редко я её использую, потому что она такая интересная. Но в расстановках, я больше работаю с картами по расстановкам, в расстановках её не используешь. А вот в сказках шикарный инструмент. Так вот, и вот однажды. И вот однажды что-то случилось. И это про то, что вашему герою надо будет преодолевать какие-то приключения. Это не обязательно препятствие. Нет, кто-то себе может препятствие запрограммировать, а кто-то может препятствие рассматривать как приключение. Причём вначале посмотреть на это как на препятствие. У меня буквально вчера была некая такая, возникла не то чтобы идея, даже я в подробности сейчас не хочу выдаваться, но возникло некое подозрение о том, что в 2022 году, в достаточно ближайшем обозримом будущем, мне придётся делать очень серьёзный шаг, которым я на самом деле не очень готова, и которому мне, ну так, стрёмно подходить, страшно подходить, да и не хочется, если честно. Прям совсем. Потому что такое кардинально, опять кардинально меняющая жизнь. Опять такие серьёзные перемены. И тут два варианта. Тут ровно два варианта. Я могу смотреть на это, схватившись руками за голову и говорить, о ужас, только всё вот так стало ровно, хорошо. Просто, знаете, всё хорошо. Только стало всё хорошо, опять какая-то веселуха на носу. Можно, да, и сидеть и думать, да твою жди, да сколько же можно. А можно смотреть, окей, как я могу в этом получить удовольствие. Как я могу в этом посмотреть на это, как на приключения. Какое приключение я могу себе организовать и устроить в том процессе, в который, похоже, придётся идти. Сейчас прочитаю. У меня волшебно. Оказалось, что мне нравится сказка «Морозка», девочка с поснежниками. И оказалось, что мой муж в школе играл из этой сказки «Апрель». И в жизни он мне очень помог. Вот это да, круто, здорово. То есть, следующий этап. И вот однажды, да? И, возможно, в этом этапе и вот однажды вы пока только конспектируйтесь. Сейчас пойдём, расскажу основные, да, основные вот эти этапы. И потом по сказке, по карте, по этапам, по картам вы начнёте писать. Вы вряд ли успеете дописать. Мы вряд ли успеем это дописать в процессе всего эфира. Но как получится? Успеем? Отлично. Не успеем? Вы допишите это. Возьмёте ещё 15-20 минут и допишите. Следующий этап «НО». Этап «НО». Это как этап, когда ваш герой пытался справиться, но что-то у него не получилось. На самом деле он пытался с новой задачей справиться старыми методами. Вот те, кто помнит, те, кто у меня на ПДП, вот слушай, вспоминаем сейчас арку трансформации. У вас есть, когда мы проходили с вами, те, кто не на ПДП, ждём минуточку, те, кто на ПДП, на продажах для психологов, помните, мы проходили с вами в сторис, в сценарных линиях сторис, арку трансформации. Герой – это та же самая арка трансформации. Герой – бытийность, проблема, попытка решить проблему, либо задачи, либо приключения, некий вызов, попытка решить этот вызов старыми методами, невозможность решить новую задачу старыми методами. Вспоминайте арку. Те, кто у меня были на продаже для психологов, были, есть сегодня только последнее занятие, последняя наша встреча. Вспоминаем арку трансформации. Так вот, сказка пишется по арке трансформации с одним нюансом. До этого нюанса сейчас расскажу. Но если вы у меня были, значит, арку трансформации вы знаете. Можно просто таблицу открыть по арке трансформации и увидеть все эти шаги. Окей, но, но, то есть он пытается, вот это однажды у него происходит, он пытается подойти к этому вызову, к этому однажды, какими-то, ну, своими старыми моделями поведениями, но у него не получается, но не срабатывает. Не тут-то было, называется. Да, следующий шаг называется «И вот, наконец-то». И вот, наконец-то, вот этот вот шаг, и вот, наконец-то, это когда он начал применять, пробовать, применять новые модели поведения, новые методы, новые подходы. Вот это и есть трансформация героя. Вот это и есть смена героя. Здравствуйте, будет ли запись? Должна быть. Все эфиры я сохраню. То есть, если не случится какого-то экстренного форс-мажора, запись, конечно же, будет. Я все эфиры сохраняю. Предыдущий эфир в моей ленте тоже можно посмотреть. Я стараюсь сохранять эфиры. Так вот, дальше. Вот это и вот, наконец-то, это его трансформация. Это когда он начинает находить новые методы, новые модели, пробовать новые решения. Причем на этапе и вот, наконец-то, в классических терапевтических сказках присоединяется волшебник. Некий волшебный артефакт. Некий, не знаю, фея у Золушки. Не знаю, фея может ведьмой оказаться. Тоже не вопрос. Ничего против ведьмы не имею. Сама такая. Ну, хотя я ближе к бабу Ике все-таки. Я ближе туда. Не знаю, волшебная палочка. Волшебный какой-то комарик, который совет зажужжал. Нажужжал, не знаю, ангел проявившийся. То есть на этапе. И вот, наконец-то, можно включать, можно и нужно включать. Не обязательно. Это может быть просто озарение его. Но на самом деле вот эти все новые, вот эти озарения, в принципе, мы можем отдать должное, не знаю, хотите нашим ангелам-хранителям. Хотите тем, кто, ну, как-то, кто верит, что его здесь на планете Земля ведут, сопровождают, как-то помогают, какие-то тайные помощники. Вот на этапе «и вот, наконец-то» можно подключить работу тайного помощника. Следующий этап называется «И теперь». «И теперь» – это как теперь происходит жизнь вашего героя, тогда, когда он справился с той задачей, в которую попал, когда он решил новыми методами, новым подходом, новыми какими-то откровениями, новыми моделями поведения, справился и теперь получил какую-то бонус-плюшку. Ну, бонус-плюшка получил какую-то награду. Как награда – это новое качество жизни. И вот в этом «и теперь» вы описываете его новую бытийность. Как теперь живёт ваш герой? Это остался тот же герой? Либо это герой, ну, какого-то другого, какой-то другой сказки? Может быть, это золушка, которая уже стала принцессой? А может быть, это золушка, которая стала королевой? Которая переросла уже даже там принцессой? А может быть, это снежная королева, которая стала бабой-якой? Я, например. А может быть, это герда, которая стала разбойницей? А может быть, это Кай, который стал Рубингудом. А может быть, я не знаю, а может быть, это Буратино, который стал, не знаю, кем, даже не знаю, тем же Папа Карло, но почему-то не хочется, чтобы Буратино становился Папа Карло. Может быть, Буратино стал известным бизнесменом по криптовалютам. Почему-то мне пришло очень успешным специалистом, экспертом по криптовалютам. Не знаю, почему пришло так, но каждый сам для себя выбирает ту трансформацию героя, которую вы сейчас будете закладывать в сказке. Теперь, это не всё. Важно это то, что вы не заканчиваете сказку. В обычных сказках есть счастливый конец. Такой себе, знаете, волшебный счастливый конец, когда и жили они долго и счастливо. Так вот, это ловушка. Ту сказку, которую пишете вы, вы не заканчиваете. Вы её обрываете. Вы её обрываете. Должно, под конец должно быть такое ощущение, ну, to be continued, да, продолжение следует. Вот когда, знаете, когда фильмы заканчиваются, как-то так, и остаётся вот ощущение незавершённости. И вы понимаете, будет следующий сезон. Да, или заканчивается фильм, вы понимаете, будет то. То есть уже понятно, что будет следующая часть. Что будет там, я не знаю, матрица 1, матрица 2, матрица 3. Вот теперь вот здрасте. Да, теперь вот, я не знаю, я ещё не смотрела, но разные слышала впечатления, собираюсь посмотреть. То есть вы должны закончить сказку вот этим обрывом. Почему? Потому что когда в обычных сказках «Конец», который звучит приблизительно, жили они долго и счастливо, что такое долго и счастливо, бессознательному непонятно. Это game over. Это такое, ну всё, сказка закончилась. Сказка закончилась, метафоры закончились, образы закончились. Для бессознательного game over. Game over — конец игры. Конец игры для бессознательного, извините, Это смерть. Одна из задач бессознательного – поддержать, выводить в развитие и в жизнь. То есть бессознательно будет заботиться о вашей безопасности. А когда вы отыгрываете сценарий сказки, в котором есть гейм-овер, понятно, что это конец, непонятно, как оно там. То есть, понимаете, когда ваш герой преодолевает, когда в сказке герой преодолевает сложности, всё понятно, что с этим делать. Есть чёткие инструкции, как он преодолевает, бессознательным есть куда обращаться. А когда у героя долго и счастлив, инструкции нет. Там нет инструкции, там вообще непонятно, тематёмное, непонятно, что это. Мы туда не впустим, говорит бессознательное. И запуская сценарий повторяющихся циклов, повторяющихся циклов, когда бессознательный этот герой лишает одну и ту же проблему, туда долго и счастливо не доходит. Сценарий, не знаю, «Красной шапочки», например. Встретить серого волка, начать с ним разговаривать, рассказать ему лишнее, спровоцировать, поставить себя на грани выживания, в такую острую рисковую позицию. В конечном итоге волка сделать виноватым. То есть «Красная шапочка»-то выжила, это волка расфигачили под конец. И так до следующего волка. И потом следующий волк, и потом следующий волк, и потом следующий волк. И для самой «Красной шапочки», которая отыгрывает этот сценарий, это трензерс невероятный. А для волков есть третьих частиц, и там тоже не самая приятная история. Потому что нету... Вот после того, как волка расфигачили, непонятно, что делать. Ну, это непонятно. После того, как «Снежную королеву» победили, непонятно же, что делать. Поэтому вам нельзя делать завершение сказки. Завершение сказки должно быть обрыв с ощущением, что вот потом ещё будет написана следующая глава. И тогда к вот этому вот обрыву, и потом будет написана следующая глава, бессознательно пропускает. Вы тогда можете вот эту вот свою сказку написанную, вы тогда её проживаете в жизни. Окей, у нас 10 минут. Это основные этапы. Это основные этапы этой сказки. Да? Выбрали героя. Жила-была, либо жил-был. Представление героя, бытийность, то, как он жил. И вот однажды что-то происходит, но попытка решить новый вызов старыми методами не работает. И вот, наконец-то, герой начинает пробовать новые методы, и у него срабатывает, у него получается. И теперь он живёт вот как-то вот так-то. Упс! И сказка обрывается. Он живёт как-то вот так вот, планирует, может быть, и троеточие. То есть вы даже в последнем приложении не ставите точку. Это схема. Теперь мы идём в карты. С картой будут вам помощники. Я не буду, наверное, даже зачитывать вопросы карты. Я буду показывать на первый. Давайте так, выбираем первый, либо второй вариант. Выбираете себе либо первый вариант. У вас будет пять этапов. На каждый этап я буду показывать один вариант, второй вариант. Один вариант, второй вариант. Один вариант, второй вариант. Перед тем, как я покажу вариант, вы себе говорите. Так, первый этап, первый вариант. Второй этап, первый вариант. Третий этап, второй вариант. Четвёртый этап, первый вариант. Пятый этап, второй вариант. То есть вы можете на каждом этапе прыгать по вариантам, загадывая себе, какая из карт будет ваша. Понятно, да? Чисто технически, как вы будете понимать, на какие карты опираться. Потом я эти карты отправлю в Инстаграм, будет в сторис, перейдите потом в сторис, в сторис они появятся после 12 часов. Потому что сразу, как я попрощаюсь с вами, у меня завершающее занятие в группе продаж за психологов, мы там будем проходить рьюс и секреты, как вывести в систему. Так вот. И после этого я выложу в сторис, я выложу карты в Инстаграм и в Фейсбук. После 12 я выложу карты в комментариях под эфиром. Готовы? Ставим лайки, что вы готовы смотреть на карты. И вы можете себе, вот вы прописали этапы и напротив этапа единичка, но если вам нужно будет потом вернуться к картам, да, единичка, и название карты, основная тема карты. Есть, вижу лайки, хорошо, готовы, поехали. Первый этап. Первый этап. Выбираете для себя, можно не писать, выбираете для себя первый вариант, либо второй вариант. Так, надо так, чтобы вы видели. Я вначале покажу Инстаграм. Карта называется «Сад чувственных удовольствий». Вы себе пишете, карта называется «Сад чувственных удовольствий». Потом все вопросы по карте вы сможете в Инстаграм посмотреть в сторис. Есть. Показываю для Фейсбук. Карта называется «Сад чувственных удовольствий». Это первая карта первого этапа. Вторая карта первого этапа. Что у нас тут получилось? Башня звездочёта. Вторая карта первого этапа. Башня звездочёта. Видно Инстаграму? Видно Инстаграму. Башня звездочёта. И Фейсбук. Вторая карта первого этапа. Есть. Первая карта второго... Сейчас я смену себе. Первая карта второго этапа. Ткацкая фабрика. Смотрите, как вы работаете с картами. Давайте я проговорю. Вы сейчас себе записываете, потом будете более подробно это прописывать. Как вы работаете с картами? Вы отвечаете на вопросы вначале. Какая это карта? Что я на ней вижу? Если на ней я? Если меня нет, то где я? Почему я нахожусь там? Показываю для Фейсбук. И потом вы можете использовать надписи карты, которые вот здесь вот. Вопросы, которые задаёт карта. Советы, которые карта даёт. И опираться на эти вопросы и советы, опираясь на эти вопросы и советы, тоже писать сказку. То есть вы вначале собираете... Это у меня упала мышь. Мышка в смысле компьютера. Вы опираясь потом на эти вопросы, пишете уже... опираясь на полученный ответ и пишете сказку. Так. Вторая карта второго этапа. Портал трансформации. Портал трансформации. Вторая карта второго этапа. Портал трансформации. Можно ещё раз карту. Какую предыдущую? Вот ещё раз карта. Наташ, будет ещё после 12, будет в комментариях. Просто 4 минуты осталось, и мне хочу успеть. Если ты про вот эту карту, потому что непонятно, что какую. Первая карта второго этапа, вот, картская фабрика. Второй этап, первая карта. Вот, картская фабрика. Она будет... Все карты у вас будут в... Все карты у вас будут в комментариях либо в сторис. То есть они у вас будут. Третий этап. Третий этап, первая карта. Гвардейский палас. Аж мурашки пошли. Портал трансформации. Да, портал трансформации обалденный. Очень сильная карта. На самом деле, это психологическое таро. Вот я к такому, к таро еще только смотрю в эту сторону глубоко поизучать. Вот психологическое таро я люблю. Да, гвардейский плац. Плац, да, правильно. Плац, да. Вы смотрите вначале на картинку. А что я чувствую в этой картинке? Где я? Чем я там занимаюсь? Почему я там нахожусь? Что для меня там важно? Потом можете поотвечать на вот эти вопросы, посмотреть совет карты, да, и впоследствии уже из этого прописать вот сказку и обязательно сохранить ее на год. Прописать сказку. Вторая карта третьего этапа. Третья монет, прямая дорога, перекресток выбора. Вторая, третий этап, вторая карта, перекресток выбора. Третья, третий этап, вторая карта, перекресток выбора. Есть. Четвертый этап. Чуть надо было дольше все-таки времени. Четвертый этап, первая карта. Я вместе с вами смотрю. Пашня. Пашня. Четвертый этап, первая карта. Так. Раз, два, три. Четвертый этап. Это вот «но». Это там, где старыми методами не получалось решить новый вызов старыми методами. Четвертый этап, первая карта. Четвертый этап, вторая карта. Лаборатория алхимика. Четвертый этап, вторая карта. Лаборатория алхимика. Четвертый этап, вторая карта. Лаборатория алхимика. Есть. И, наконец-то, пятый этап. Первая карта. Старая винодельня. Старая винодельня. Это название карт. Старая винодельня. Десять часов. Ещё минуту. Те, кто в ПДП, напишите, что сейчас минутой будет. Ссылка. Такс. Пятый этап. Вторая карта. Тимница тайм. Тимница тайм. Есть. Тимница тайм. Это, наконец-то, когда получилось справиться. У кого-то, может быть, как раз обнаружение тайны какое-то будет. Либо, наоборот, выбор сохранить какую-то тайну. Либо какой-то инсайт будет, наверное. И бытийность. Бытийность – это тот последний этап, на котором вы завершаете сказку. Да, это озеро красоты. Выпала карта. Озеро красоты. Это бытийность. Это и теперь. Да, вот теперь он живёт вот так-то. Теперь вот так. Боже, магия магическая. Всё, братва. Да? И последняя карта, вторая карта последнего этапа – водопад изобилия. Водопад изобилия. На этом этапе вы обрываете сказку. Запомните, пожалуйста, вы сказку не дописываете до конца. Вы её обрываете. И складываете сказку, да, складываете, когда вы её допишите, складываете лист, ложите в конверт, пишете, открыть 24 декабря 2022 года. И 24 декабря на следующий эфир, потому что этот эфир, ну, я уже много лет веду последнюю, это традиция, последний эфир, последний эфир года – это сказка этого года. Сказка, ну, сказка следующего года. Поэтому, упс, секундочку, это я уже открываю в спешке, открываю занятия для участников ПДП. Поэтому вы сохраняете эту сказку в конвертике, на котором будет написано «Открыть 24 декабря 2022 года». и приносите эту сказку на последний эфир 2022 года. И мы там откроем эту сказку, я вам предложу открыть эту сказку и посмотреть, как прошёл ваш год и насколько сбылась та сказка, которую вы сегодня написали. На этом я с вами прощаюсь. Причём я прощаюсь с вами до следующего года. На следующей неделе уже я буду в отпуске, эфиров уже не будет. Встретимся мы с вами в январе. Если у вас есть, мы встретимся с вами в январе, приблизительно числа 18-19 января. Я верну в каждодневные, верну эту традицию «Утро с горбоч» утренних эфиров. И если у вас есть вопросы, темы, которые вы хотите услышать уже в январе, вы можете написать мне, в январе я имею в виду утренних эфиров, вы можете написать мне, вы можете написать Ольге Малевицкой, и я на ваших вопросах, на ваших темах, на базе ваших темок буду просто делать эфиры, которые будут ответами на те вопросы, которые вы напишете. Я вам всем желаю классных праздников, классного Нового Года, классного праздника Нового Года, благодарного завершения Старого Года и очень-очень-очень-очень крутого 22-го. С вами на протяжении этого года и сегодня была Светлана Горбыч, Баба-Яга и психолог на всю голову. Я с вами прощаюсь. Не забываем, пожалуйста, делиться эфиром. Делитесь эфиром. Я думаю, он вам был полезен. Думаю, будет интересен вашим друзьям. Делитесь эфиром. И встретимся на эфире в следующем году. Всем пока-пока. Люблю вас.